Прошу прощения за случившееся. Не стоило им пытаться втянуть себя в это. Думаю, лучше нам держаться подальше от их склок. Вернемся внутрь, когда они перестанут голосить. Ха-ха-ха. Некудышный из меня президент, да? Не могу даже справиться с членами собственного клуба. Хотела бы я уметь быть порой более настойчивой. Но мне никогда не хватало духу проявить твердость. Ты же понимаешь меня? Как бы то ни было, если после этого ты захочешь проводить с остальными меньше времени, ничего страшного. Я буду рада проводить время с тобой вместе. Место. С них? Тут вдруг из класса выскочила нацуки. Она быстро убежала прочь. Она плакала? Да, да, да. Там была слеза. Боже, кажется, они закончили. И все из-за нового члена их клуба. Да, да. Не это хотел сказать. Не это хотела 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 сказать. Не это. Юрия сидела за партой и раскачивалась взят вперёд, закрыв лицо руками. Юрия. Я не это хотела сказать. Я верю. Не представляю, что Юрия могла сказать Нацикю. Или сказала. Теор. Пожалуйста, не надо думать обо мне плохо. Пожалуйста. Я не такая. Но меня сегодня что-то нашло. Всё хорошо, Юрия. Мы знаем, что ты не имела в виду ничего такого. Кроме того, я уверена, что до завтра Нацикю обо всём забудет. Полностью. Может, сохранимся? Давай. Как бы то ни было. Собрание окончено. Так что, если хочешь, можешь идти домой. Мне показалось, что Юрия хочет что-то сказать. Но она продолжала смотреть на Монику. Можешь идти первой, Моника. Мне хотелось бы ещё немного побыть здесь. Как президент я должна уходить последней. Подожду тебя. Ну, я вице-президент, так что... Пожалуйста, позволь мне сегодня взять этот долг на себя. Звучит так, будто ты почему-то не хочешь, чтобы я была рядом, Юрия. Это не так. Это не так. Я просто... Теор и я толком не имели возможности обсудить мою книгу. Просто неловко получится, если ты будешь слушать. Получается, выбора у меня всё равно нет. Прости, что причиняю проблемы. Но я... Пишем стишок? Видимо, да. Опять Юрия? Да, давай на ней сосредоточимся. Давай. Не гнев. Тут не гнев. Тут... Похоть. Интересно, это Юрия? Похоть это Юрия. Ничего себе новости. Может, обеоте тоже Юрия? Тоже она... Кость. Постоянный. Да твою мать, я три уже нацуки случайно сделала. А я пока только одно. Обида. Меланхолия. Поражение. Печаль. Печаль. Элок! Нацки. Тепрессуха. Сущность. Трагедия. Убегать. Придосуждение. Ты. У меня какая-то странная портянка пошла по экрану с рисунками. Подходит к концу еще один учебный день, и вот уже наступило время для очередной встречи клуба. За последние пару дней я попривык и стал чувствовать себя комфортнее. Подожди, к последней встрече? Ну, с... А, к очередной. Да, наверное. При входе в класс меня встретила привычная сцена. С возвращением, Теор. О, привет, Юрий. Неуверенно мне показалось или дело в выражении лица Юрии, но в комнате до сих пор чувствовалась тяжесть вчерашней ссоры. Юрия оглянулась через плечо, рассматривая комнату. Нацки сидела за партой и читала мангу. А Моника, как ни удивительно, пока не пришла. Юрия вдруг схватила меня за руку и потащила в угол комнаты. О, маню. Насчет вчерашнего. Я... Я должна извиниться. Раньше ничего подобного не случалось. И на меня что-то нашло, кажется. Я не понимала, что делаю. Пожалуйста, не думай, что я всегда такая. И это касается не только меня, но и Нацуки тоже. Юрия. Я рад, что ты сочла нужным извиниться. Не переживай так сильно. Пусть я здесь всего пару дней, но я догадался, что вчера произошло нечто из ряда вон. Может, ты отреагировала так остро из-за того, что это было первое стихотворение, которым ты с кем-то поделилась. А как бы то ни было, из-за этого я не стал думать о тебе хуже. Я уже понял, что ты просто не можешь быть плохим человеком. И теперь, когда ты извинилась, я понимаю, что ты действительно не хотела этого. Ах, Теор. Не говори подобных вещей. Я о подобных вещах так открыто. От таких слов меня переполняет счастье. Я очень рада, что ты такой понимающий человек. И что ты присоединился к нашему клубу. Все становится немного ярче, когда ты рядом, и... Прости, что я сейчас сказала? Я просто... Эй, вы Монику не видели? Ах! Я не видел. Мне и само интересно, куда она запропастилась. Блин. Юрий. Я так понимаю, ты тоже не видел? Юрий явно сбила с толку то, как спокойно к ней обратилась Нацки. Нет, не видела. Это на нее совсем не похоже. Знаю, что это глупо, но не могу не волноваться за нее. Что? Почему ты так на меня смотришь? Нацки, насчет вчерашнего. Я хочу извиниться. Насчет всего, что я наговорила. Клянусь, на самом деле я так вовсе не считаю. Впредь я буду делать все, чтобы держать себя в руках. Поэтому... Юрий, ты вообще о чем? Ты вчера что-то сделала? А? Блин. Что бы ты там себе не вбила, себе в голову уверена, это пустяки. Я даже не помню, чтобы случилось что-то плохое. Или ты из тех, кто раздувает из мухи слона? А... Но... Но если тебе от этого станет легче, я принимаю твои извинения. Мне даже приятно это слышать, поскольку я всегда опасалась, что ты втайне ненавидишь меня или что-то в этом роде. Хе-хе-хе. Я вовсе нет. Тереть, а вот у тебя ничего не было, когда я читала? И на очередной рандом. Там было черное, но последней фразы не было, когда ты черное читала. А, да? И у тебя глаза нацуки не прыгали? Нет. Чего мне тебя ненавидеть? Ты довольно странная, но я тоже не испытываю к тебе ненависти. Нацки повернулась ко мне. Между прочим, ты пока на испытательном сроке. Эй! Внезапную дверь с лобком распахнулась. Простите, я ужасно виновата. А вот и ты. Я не хотела опаздывать. Надеюсь, вы, ребята, за меня не волновались? Опять на пианино играла. Нет. Впрочем, нацки переживала. Неправда. Кстати, почему ты так задержалась? Просто на последнем уроке у нас было самостоятельное обучение. И, если честно, я там потеряла счет времени. Ха-ха-ха. Ерунда какая-то. Ты бы, по крайней мере, услышала звонок. Я, наверное, не услышала из-за того, что практиковалась в игре на пианино. Пианино? Я не знала, что ты еще и музыкой занимаешься. О, не стоит хвалить меня сильнее, чем я того заслуживаю. Хоть я и занимаюсь уже довольно давно, но играю пока не важно. Но все же... Это наверняка требует много сил, так что я все равно впечатлена. Ну, спасибо, Юрий. Ты просто обязана как-нибудь что-нибудь сыграть для нас. Ха-ха-ха. Насчет этого... Моника взглянула на меня. Ну, я сейчас пишу песню, но она пока не готова. Может быть, когда я стану лучше играть? Было бы здорово. Жду с нетерпением. Правда? В таком случае я тебя не разочарую, Теор. На лице Моники появилась нежная улыбка. Кавай. Ах, только ты не подумаешь, что я давлю на тебя или что-то такое. Ха-ха-ха, не волнуйся. Я сама надеялась, что смогу поделиться своей песней. Думаю, поэтому я столько и репетировала в последнее время. Ясно. Не уверена, общалась Моника ко всему клубу или только ко мне. Ну, в таком случае удачи тебе. Спасибо. Я ничего не пропустила? Нет, ничего такого. Я предпочел не упоминать о том, что здесь было сказано ранее. Кроме того, нацки уже закрылась в кладовке. Теор. Поскольку ты своими комплиментами поднял мне настроение, я тут подумала, не хотел бы ты сегодня провести немного времени вместе. Я имею ввиду в клубе. Кхе-хе-хе. Да, определенно. Все равно я так и собирался сделать. Отлично. Значит, можем начинать? Давай найдем, куда сесть. Ой. Я была чересчур настойчива. Прости. У меня сердце почему-то бешено колотится. Да не переживай ты так. Мне даже приятно видеть, как ты полна энтузиазма. Да. Но мне надо попробовать успокоиться. В таком состоянии я не смогу сосредоточиться на чтении. В каком это состоянии? Туги улыбалась. Зачем так делать-то, а? Не торопись. Юрия сделала глубокий вдох и достала из портфеля книгу. На самом деле у меня есть просьба. Не возражаешь, если я сперва заварю чай? Ни капельки. Большое спасибо. Если что, и может сделать чтение приятней, так эта чашка ароматного чая. Да еще и заваренного собственноручно. Юрия встала и подошла к кладовке. Я пришел следом и увидел, как она достала с полки небольшой кувшин с фильтром внутри. Можешь подержать? Конечно. Юрия передала кувшин мне и достала электрический чайник. Я подключу его в розетку у стола учителя, а потом мы сходим за водой. Она прошла мимо меня и поставила чайник на учительский стол. Я просто наблюдал за ее действиями. К моему удивлению, то, как она двигалась, резко контрастировала с манерой говорить. Главным образом, из-за своих длинных ног, Юрия производила впечатление элегантной и скрупулезной особы. Так, можешь подать мне кувшин? Спасибо, я скоро вернусь. Ээээ, я могу пойти с тобой. Все в порядке. Подожди меня здесь. Это не займет много времени. Юрия с кувшином в руке поспешно вышла из класса. Помыться пошла, что ли? Эх, воды набрать для чая. Юрия снова тебя оставила, да? Нет, на этот раз все иначе. Она просто пошла за водой, чтобы заварить чай. А, ладно. Прости за недопонимание. Прошло 10 минут. Юрия сказала, что это не займет много времени. Ее что-то задержало? Мне стало скучно, и я решил отправиться поискать ее. Посмотрим. Логичнее всего начать искать Юрия там, где у нас ближайший фонтанчик для питья. Я пошел по коридору. Что это за звук? Он раздавался из-за угла. Звук, очень напоминающий чайдет от дыхания. Послышался резкий вдох, как будто кто-то втянул воздух сквозь тиснутые зубы. Кому-то больно? Я прошел чуть вперед и заглянул за угол. Юрия? Ай! Мотает. Назад. Я вернулась. Спасибо за ожидание. Теор, ты любишь чай улун? Ну да. Вообще любой подойдет. Отлично. Юрия выставила на чайник температуру 93 градуса. Теперь черед заварочного чайника. Ты и правда соблюдаешь все правила? Разумеется. Я не должна ничего упускать, когда хочу угостить кого-то чаем. Несмотря на то, что я не жду от этого чая ничего особенного. Если так, ты будешь впечатлен еще сильнее. Вероятно, так и будет. Юрия достала заварочный чайник и начала отнырять чайные листья. К моему удивлению, она даже начала напивать что-то себе под нос. Похоже, ты сейчас в прекрасном настроении. Один нож, жестокий. А, вот как. Я не сильно старалась это скрыть. А ты заметил. Я тут поразмыслила и решила попробовать более явно выражать свои чувства. Оказывается, это вовсе не сложно. Во всяком случае, когда ты рядом. Это замечательно, Юрия. Только не надо слишком сильно себя заставлять. Ты всегда переживаешь за меня, Теор. Это очень мило. Но Юрия не шутила. Не знаю, смогу ли я с этим справиться. Я смотрел, как Юрия разливает чай по чашкам. Теор, у меня еще одна просьба. Ты не возражаешь, если сегодня мы посидим на полу? А? Зачем это? В моей спине так легче. А, ну да. Спина, грудь большая. Сложно болит. Я предпочитаю читать, привалившись спиной к стене, а не склонившись над партой. О, извини, я не знал. Не волнуйся. Просто у меня регулярно болит спина, и я делаю все возможное, чтобы справиться с этим. Регулярные боли в спине. Вот как? Так и запишем. Интересно, в чем причина? Скорее всего, это из-за моей школьной травмы, когда я упала с велосипеда, а не то, о чем ты подумал, козел. А? И моей, а? По моей осанке, да? Осанке. Ты постоянно сутуришься во время чтения. Да-да, я заметил. Да. У меня ужасная поза для чтения. Поэтому нам надо сесть на пол. Такая поза. Мне понравится больше. Праведливо. Схожу за книгой. Я достал из портфеля книгу. О, у меня тут есть немного шоколада. Маленький кулечек шоколадных конфет. Я взял их, потому что они отлично заходят с чаем. Мы с Юрием сели у стены, поставив чашки по бокам от нас. Будто синхронизировавшись, мы приняли ту же позу для чтения, что и в прошлый раз. Каждый держал свою половинку книги. Но на этот раз... Наши тела были еще ближе друг к другу. Мне плохо видно. Юрия придвигалась все ближе, пока наши плечи не соприкоснулись. Ну и как мне сосредоточиться на чтении? Юрия всегда довольно милая, но... Когда она становится менее настороженной, это почти переходит в пределы того, что я могу вынести. Твой чай. Юрия подала мне мою чашку. Взяв ее свободной от книги рукой, я оказался в положении сосредоточиться, в котором было еще труднее. Из-за того, что теперь мне надо было следить, как бы ненароком не коснуться ее груди. Юрия же ничего не замечала. А она сосредоточенно уткнулась в книгу. И могу предположить, окружающий мир для нее просто перестал существовать. Я призвал всю свою силу воли, чтобы самому сфокусироваться на чтении. Спустя несколько минут, мне наконец удалось немного расслабиться. Я пистал чашку между ног и зашуркал кульком с конфетами. Ох, прости. Чтобы открыть его, я ненадолго выпустил книгу. Можешь брать сколько угодно. Ах, это... Спасибо, но я не буду. Ты уверена? Если я возьму, то могу испачкать страницы. Оу, ты права. Я об этом даже не подумал. Извини. Не нужно извиняться. Я подержу книгу, ладно? Уверена? Конечно. Юрия обеими руками раскрыла книгу. Она держала ее так, что у меня не возникало ни малейших трудностей с чтением. Но в результате ее левая рука практически легла на мою ногу. Ну тогда Юрия уже снова сосредоточилась на чтении. Я взял конфету и отправил ее в рот. Ом. Затем взял еще одну. И поднес ее к лицу Юри. Ом. Она даже не отвела взгляда от книги. Просто раскрыла губы, будто это была совершенно естественная ситуация. А это не конфета оказалось! Ты что там такое приступки, понимаешь? Не сдержалась, прости. Но это значит, что я не могу сейчас остановиться. Я с опаской положил конфету ей в рот. После этого губы Юрия снова сомкнулись. Ага. Она вдруг переменилась в лице. Я... Я сейчас... Юрия посмотрела на меня, как будто ей трудно было подтверждение... Как будто бы ей нужно было подтверждение того, что сейчас произошло. Ммм... Тор... Прости. Наверное, мне не стоило этого делать. Ах... Юрия начала тяжело дышать. Я... Я не могу, Тор... Внезапно Юрия сильно схватила меня за руку и рывком поставила на ноги. Моя чашка опрокинулась. Тор... Мое сердце... Мое сердце так сильно бьется, Тор... Я не могу успокоиться. Я не могу ни на чем сосредоточиться. Тор, ты чувствуешь это? Юрия неожиданно прижала мою руку к своей груди. Почему это происходит со мной? Я чувствую, что схожу с ума. И не могу это остановить. Я теперь даже читать не хочу. Я просто хочу смотреть на тебя. Ах... 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 Домитрио? Ах... 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 Ау... Ребята, пришло время поделиться стихами. Кому мне в первую очередь показать свое стихотворение? Стихотворение, которое у меня образовалось длинное стихотворение? Длинное стихотворение? Да. Кому первому показать его? Ну, можно снять градус напряжения и... Сходить к Нацке? Нацке? Можно пропустить вообще показ по идее. О, то есть будет то же самое? Тихотворение. Ну ладно, давай. Нет, давай покажем. Готова? Да. Нацкий. Так я и думала. Да брось, Теор. Я же не слепая. Я знаю, сколько времени ты проводишь с Юри. Очевидно, тебя больше заботит то, как впечатлить ее, а не как улучшить свой стиль. Видишь, другие диалоги. Да, да, да. Если честно, выглядит это жалко. Что ты вообще делаешь в этом клубе, Теор? Серьезно. Думала, что появление нового члена поможет каждому из нас лучше раскрыться, а не игнорировать друг друга еще больше. В любом случае, это все равно глупое занятие. Слушай, сегодня я не в настроении, просто не хочу сейчас об этом говорить. Пожалуйста, уйди. Проваливай. Так вот. Кому следующий? Юрий, да? Да, давай. Моника у нас сладенькая. Я ждала этого. Посмотрим, что ты приготовил к сегодняшнему дню. Теори с удивлением уставилась на стихотворение Тебе нравится? Do you like what you see? Теор Это даже лучше вчерашнего Как ты столь быстро поднялся до такого уровня? Я ведь только вчера рассказала тебе о поэтических приемах, которые стоит отточить Может, именно поэтому? Наточил топор Ты очень хорошо все объяснила Держись Я и правда захотел попытаться написать более образно Юрия взглотнула У нее, кажется, даже руки вспотели Я так этому рада Как же здорово чувствовать, что тебя ценят, Теор Все, что ты пишешь, сокровища для меня У меня сердце колотится только от того, что я держу твое стихотворение в руках Я хочу написать об этом чувстве Это плохо, Теор? Я ведь не веду себя странно, правда? Сейчас мне труднее, чем обычно скрывать свои эмоции Мне так стыдно Но сейчас я всего лишь хочу, чтобы ты тоже прочитал мое стихотворение, хорошо? Гой, оно большое Это точно не... Вот это стихотворение Точно не разговор с дубом из «Войны и мира»? Ну, с Богом Я готов слушать Да, еще и курсивом, конечно, рукописном Колесо Вращающееся колесо Поворот оси Измельчение Головка болта Линейная коробка передач Падающее небо Семь священных долей Корабль в доке Портал в другой мир Тонкая веревка, привязанная к толстой веревке Разорванная упряжь Параболическая коробка передач Расширяющаяся вселенная Время, управляемое поворотами из шестерней Существование Бога Плавание в открытой воде во всех направлениях Утопление Молитва, написанная кровью Молитва, написанная пожирающими время Змеями с человеческими глазами Нить, соединяющая все живые человеческие глаза Калейдоскоп священных долей Экспансиональная коробка передач Небо взрывающихся звезд Бог, опровергающий существование Бога Колесо, вращающееся в шести измерениях Сорок шестеренок и тикающие часы Часы, отсчитывающие одну секунду За каждое вращение планеты Я ведь могу придумывать что угодно В этом стихотворении И все равно никто сам его сейчас не читает Господи, чертов курсив Часы, тикающие сорок раз Каждый раз, когда тикают второй раз Головка... Это значит, нужно читать курсив? Ну, такой рукописный Мне кажется, он лютый Головка... А мне, на самом деле, легко читать Вот его, именно этот Давай я продолжу Давай, с головки начинай Ай, у меня аж почка заболела Минус почка Когда казалось, что дальше уже некуда Головка болта священных ставок Привязанная к существованию корабля В доке в другом мире Калейдоскоп крови Написанный часами Пожирающая время Молитва Соединяющая небо Сорока шестеренок И открытие человеческих глаз Во всех направлениях Дышащая коробка передач Дышащая Дышащая головка болта Дышащий корабль Дышащий портал Дышащий змей Дышащий бок Дышащая кровь Дышащие священные доли Дышащие человеческие глаза Дышащие время Дышащие молитва Дышащие небеса Дышащие колесо Блин, сложно говорить Дышащие, дышащие, дышащие Потом начинаю Язык заплетается На самом деле Не важно, о чем стихотворение Да уж понятно В последнее время Мысли так лезли в голову И мне пришлось Записать их твоей ручкой То есть Ручка выпала Вчера из твоего портфеля Так что для сохранности Я забрала ее домой И Я Просто мне очень понравилось Как она пишет Я написала ей Это стихотворение А теперь ты Трогаешь ее Боже, куда она ее засовывала Дина Ну что, она сама к этому подводит Я просто озвучиваю то, что в скобках Это игра Виновата не я Я в порядке Оставь себе эту ручку Если она тебе не понравится Я к ней больше не прикоснулся Что я только что Мы можем сделать вид, что этого разговора не было? Я вот о том же прошу Хотя ты можешь оставить стихотворение себе Ну ты тогда ручку оставляй Фу, пошли Монике это расскажем Это дичь какая-то Да, да, вот именно Я того, я видеть не должен был Хоть это было всего-навсего Ты Теор, кажется, ты стал свидетелем того, чего не должен был видеть Да, вот именно Не хотелось говорить тебе это, но не думаю, что у тебя Что у меня есть выбор Тебе становится Слишком опасно проводить так много времени с Юри Не знаю почему Мне кажется, она имеет в виду То, что мы видели, что он резал себе руки Не думаешь? Подожди Ну помнишь, когда откатывала нас назад? Мне кажется, она сейчас об этом Хоть я не уверен Погоди, когда откатывалась назад, мы видели, что она Ты не видела? Когда вот мы шли за ней по коридору искать фонтанчик, да? Я не видела Мы ее нашли, а у нее рука была вся в этой Ты не видела порезанная? Я не видела Ты не видела этого? А что у тебя было тогда? Может, я не туда посмотрела? А ты все это думала, что она мастурбировала там, да? Если честно, нет Я думала, она просто за водой сходила Да, и такая Там, возле фонтанчика Типа вода горячая У нее были руки порезанные Одна, по крайней мере Левая, по-моему Блин, ну одна Тяжело запомнить Может, я на другую смотрела Если бы она обе разрезала, тогда другое дело Ну, короче, там была рука порезанная Мне кажется, она сейчас про это говорит Я поняла Не знаю почему, но кажется, рядом с тобой она становится легковозбудимой Сама... Само по себе это не проблема Но когда Юрия возбуждается чересчур сильно Она прячется в укромном месте и начинает резать себя карманным ножом А это не совсем... А это совсем нездоровое поведение, согласен? Она даже каждый день приходит в школу с новым ножом Будто у нее нечто вроде коллекции И дело вовсе не в том, что у нее депрессия или что-нибудь подобное Думаю, она получает от этого своеобразный кайф Возможно, это даже нечто вроде сексуального фетиша Это как в фильме «Секретарша» А фетиш или фетиш? Правильно говорить, фетиш Но суть в том, что ты ее провоцируешь Нет, я не говорю, что это твоя вина Но считаю, что должна была тебе все это объяснить Так что, полагаю, для нее же лучше, если ты будешь держаться подальше Не стесняйся проводить больше времени со мной вместо нее Проще говоря, у меня хотя бы с головой все в порядке И я знаю, как нужно относиться к членам клуба Ладно Хочешь теперь почитать мое? Мне понравилось то, что у тебя вышло Надеюсь, и тебе тоже понравится Слышишь? А? Вот теперь, да, вот теперь я узнаю у Семена Когда девушка в открытой, типа, проводи со мной больше времени Не стесняйся проводить со мной больше времени Ой Она была такая умница, красавица Наверное, самая популярная девушка Out of my league, да? Это ты где читаешь? Семен Это я говорю Свои мысли А Так, говоришь словно читаешь Прям как по нотам Стихотворение Спаси меня Цвета Они не яркие Приранные цвета Морца Вразы в рай Царо пронзают Красный, зеленый, синий Бесконечная какафония Бесмысленного шума Шум, он не прекращается Безумные грохочут не волны Пищат, визжат, пронзают Ксинус, косинус, тангенс Как играть с пластикой Как играть с ножом На дышащей груди Я сонный, безобессмысленный Удали ее Си меня, удали ее Было? У тебя было? Нет, ну типа немножко дернуло Да, да, чуть-чуть Я думал там прямо у тебя скринер Не Может сохраниться? Давай Я на всякий Прости, я знаю, что оно слишком абстрактное Я лишь пытаюсь Ладно, не суть Нет смысла объяснять Так или иначе Вот тебе писательский совет дня от Моники Иногда ты можешь оказаться перед трудным выбором Когда такое случится, не забудь сохраниться Ты никогда не знаешь, когда... С кем я разговариваю? Ты меня слышишь? Скажи, что ты меня слышишь Что угодно Пожалуйста, помоги мне Окей Жмем? Ну да Это мой совет на сегодня Спасибо за внимание Раз вы разблокировали особое стихотворение Желаете подчесть? Давай Снова Смотри, что у тебя Что я люблю в папе? Я люблю, когда папа рано приходит домой Я люблю, когда папа готовит мне ужин Я люблю, когда папа дает мне карманные деньги Я люблю, когда папа проводит со мной время Я люблю, когда папа спрашивает меня о моих друзьях Я люблю, когда папа спрашивает меня о чем угодно Я люблю, когда папа дает мне деньги на обед Когда приходит домой до заката Когда готовит Когда не вмешивается в мою личную жизнь Не указывает мне, как одеваться Не обсуждает моих друзей Не обсуждает мои увлечения Приходит домой и не будет меня Оставляет еду дома Говорит тихо Не трогает мои вещи Случайно роняет монеты в диван Слишком устает, чтобы заметить меня Когда папа слишком уставший для всего Я люблю, когда папа слишком уставший для всего Стремный какой-то стишок А у меня? Я не могу заставить себя сходить к психотерапевту Когда я так счастлива Лучше наслажусь этим ощущением Пока меня не поймали И не отправили к реанима Да А у тебя сейчас Ты видишь это? Да? У меня сейчас все красное Кусочек Саюри? У тебя все красное? У меня все красное У меня нет кусочка Саюри Но у меня все как будто В крови, что ли Их звуки, знаешь Как будто кто-то ковыряется У кого-то в черепной коробке Такой все А ну нажми кнопку Делай что-то, Дина Итак, друзья Ну у меня как бы это все на фоне Все закончили с чтением стихов? Ты закончила И у меня только что Саюри была справа Мигала кусочек А сейчас она пропала О, а, моя мышка Это Саюри Окей Ты спутал мышку Саюри? У меня курсор с Аюри А Я хотела Маленький Я хотела со всеми вами поговорить кое о чем Не могли бы вы собраться передо мной? Это насчет фестиваля? Вроде того Это, конечно, очень неудобно читать У меня как бы все закрыто кровищей Оф, нам и правда нужно Нам правда нужно в нем участвовать Я сомневаюсь, что всего за несколько дней Мы сможем подготовить что-нибудь интересное Вместо привлечения новых членов Мы, скорее всего, просто опозоримся У меня экран стал полностью черным Субтитры создавал DimaTorzok